Уважаемые коллеги, ко второму чтению поступило 25 поправок, в том числе 11 поправок от депутатов, 14 от губернаторов. Я подробно на поправках останавливаться не буду, наверное, две вычленю в своде одобренных, потому что они касаются большого количества лиц. Это поправка и группы депутатов, и вторая поправка губернатора на одну и ту же тему, выделяются средства, которые позволят снизить стоимость проездных социальных билетов. И выделяется здесь 55 миллионов рублей, проведена масса совещаний у председателя думы, у заместителя в комитетах в двух. Вот найдено такое согласованное решение, и мы надеемся, что после принятия этих поправок в бюджет, правительство незамедлительно выпустит постановление на эту тему, и народ это очень много ждет, потому что каждому из нас такие вопросы задаются. И вторая поправка, она касается организации отдыха и оздоровления детей. Там тоже перераспределяют средства, дополнительно выделяется 38 миллионов на эту тему. Таким образом мы как бы доводим сумму до прошлогодних с тем, чтобы не уменьшить количество детей, которые будут оздоровлены за летний период времени. Нашли в настоящее время и наш комитет, и комитет по бюджету, и нас поддержал исполняющий обязанности губернатора 55 миллионов, но это не окончательные деньги. В целом этого не хватит на существенное снижение. Но вместе с тем у правительства есть возможность уже в настоящее время по поправкам, по этим поправкам, принять решение по снижению проездных билетов. А в мае месяце у нас будут дополнительные поправки, и мы в полном объеме удовлетворим настоящее снижение. И больше всего, конечно, обескураживает, расстраивает, не знаю уж какой тут правильный термин, употребить. Но вот и в этот раз две священные коровы, которые как ни пытались депутаты, но они в своем вот этом статусе неприкасаемых, они так и остались. Это расходы на содержание органов власти и средства массовой информации. Но всем очевидно, что есть тут, мягко говоря, резервы, и о том же опять заключение КСП, и был целый ряд поправок депутатов о том, что эти статьи, особенно СМИ, можно подсократить, сэкономить. И опять ничего не произошло, все осталось там в неизменном виде. У нас есть понимание, что вот в сегодняшней редакции бюджета в основном, в основном, это принятие решения по федеральным денежным средствам. Остальные несправедливые перераспределения, о чем правильно сказали коллеги, конечно, должны быть и будут обязательно поправлены. И новый министр финансов Дорождеев уже приступил к этой работе, и сегодня на коллегии Минфина находясь, мы в постоянном контакте находимся. Фитон эти вопросы пытается решить вместе с исполняющим обязанности губернатора области Бочарова.